Здравствуйте! В эфире передача в областном совете. С вами Ольга Родионова. На ближайшую сессию облсовета будет вынесено сразу три законопроекта, которые расширяют список получателей социальных выплат и услуг. Это касается детских пособий, социальных контрактов, а также предоставления бесплатной протезно-ортопедической помощи. Подробнее об этом в нашей рубрике «Из первых уст» Оксана Глотова, председатель социального комитета облсовета. Оксана Станиславовна, социальный комитет на этой неделе рассмотрел изменения в закон о детских пособиях. Что меняется сегодня? На самом деле, те изменения, которые были внесены на комитете и рассмотрены на комитете, они по многочисленным обращениям жителей Липецкой области. Сегодня мы пересматриваем условия, при которых многодетные малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов и семьи, которые экономически пострадали в период пандемии, смогут рассчитывать на это пособие. Мы рассчитываем, что с учетом вот этих новых условий, которые мы пересмотрели, большее количество жителей Липецкой области смогут воспользоваться данной мерой социальной поддержки. В частности, например, были пересмотрены критерии в части наличия автотранспортного средства в семье. То есть сегодня многодетная семья сможет оформить пособие при наличии автотранспортного средства мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. В действующей ранней редакции было 120 лошадиных сил. Кроме того, не будут учитываться транспортные средства, которые получены в подарок и при рождении восьмого ребенка, а также транспортные средства, которые имеют возраст 10 и более лет. Мы посчитали, что очень важно в период пандемии, конечно, особенно важно поддержать семьи с детьми. Поэтому сегодня оформить пособие на ребенка смогут трудоспособные граждане, которые временно потеряли работу, но при этом уже зарегистрировались в службе занятости. Ранее рассчитывать на такую меру социальной поддержки могли только те лица, которые уже имеют статус безработного. А мы знаем, что для оформления и получения этого статуса требуется определенное время. Кроме того, сегодня наличие статуса индивидуального принимателя у одного из членов семьи не будет являться препятствием для получения социального пособия. Ну и, конечно, мы полностью исключили какие-либо критерии нуждаемости, когда речь идет о семье, в которых воспитываются дети-инвалиды. Мы считаем, что такая помощь необходима не только со стороны близких родственников, но и государства. И поэтому сегодня просто семьи, воспитывающие, имеющие детей-инвалидов, смогут рассчитывать на это пособие. На рассмотрение депутатов также представлены изменения в закон, который регулирует выдачу социальных контрактов. Вот те, кто еще не слышал об этом, расскажите, что такое социальные контракты, кто их может получить и на что? Вообще, социальный контракт – это особая программа, которая действующая на территории Липецкой области и которая направлена на повышение доходов липецких семей. Сегодня эта помощь осуществляется по четырем направлениям. Десять с половиной тысяч могут получать граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такую же сумму могут получать граждане, которые на период поиска работы от 3 до 12 месяцев до 30 тысяч в рамках социального контракта выделяются на переобучение и до 250 тысяч на развитие своего собственного бизнеса, на развитие своего предпринимательства. Сегодня этим социальным контрактом могут пользоваться семьи или одиноко проживающие липчане, которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Вот сегодня пересмотрели мы условия, при которых можно заключать этот социальный контракт, и эти условия во многом упрощены, что позволит также большему количеству граждан иметь возможность оформить социальный контракт. Что хочется отметить, что сегодня были пересмотрены условия в части наличия жилого помещения и недвижимости и земельных участков. Так, например, если одиноко проживающий гражданин имеет единственное жилье, то норматив был увеличен до 60 квадратных метров в городе и до 80 в сельской местности. А вот площадь земельного участка, который используется нашими жителями для садоводства или огородничества, вообще теперь не будет браться во внимание. Кроме того, можно иметь гараж площадью до 30 квадратных метров, а также недостроенный объект на земле, которая предназначена для жилищного индивидуального строительства. То есть получается, что условия смягчаются? Да, конечно, и мы рассчитываем, что благодаря этому большее количество граждан смогут получить эту поддержку. А уже много желающих на получение такого контракта? Ну вот смотрите, в этом году на эту программу в бюджете было предусмотрено почти 600 миллионов рублей для получения почти 5000 социальных контрактов. В настоящее время уже 2600 контрактов у нас заключено. И время показывает, что вот эта программа, которая действует с прошлого года, она уже доказала и свою высокую эффективность, и свою высокую востребованность. Поэтому вот сегодня самым востребованным направлением являются выплаты для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня также предлагается изменить правила предоставления бесплатной протезно-ортопедической помощи. Чем это обосновано? Ну, на самом деле при соблюдении критериев вот такой нуждаемости исключается ряд условий, при которых граждане могут рассчитывать вот на эту помощь. Сегодня исключаются такие критерии, как выплата социальной пенсии по старости или по болезни, нахождение одного из трудоспособных членов семьи на длительном лечении, а также обязательное наличие статуса безработного. То есть сегодня также упрощается ряд имущественных требований для получения вот этой помощи. То есть сегодня мы опять же расширяем круг получателей социальной мероподдержки. Оксана Саниславовна, на прошлой сессии депутаты приняли закон о бесплатных лекарствах для больных ковидом, которые лечатся на дому. Вот на сегодняшний день определён алгоритм предоставления такой помощи? Да, действительно. С ноября этого года граждане, у которых установлен диагноз ковид и которые болеют в достаточно лёгкой форме, чтобы лечиться дома, смогут получать бесплатные лекарства, необходимые препараты для лечения новой коронавирусной инфекции. Такое решение приняли на прошлой неделе на внеочередной сессии депутата Липецкого областного совета по инициативе главы администрации Липецкого области Игоря Георгиевича Артамонова. Схема получения лекарств очень проста, и она, в общем-то, такая же, как при получении обычных льготных лекарств. Врач или фельдшер выписывает рецепт. Этот рецепт вносится в единую информационную систему сети аптек Липецк-фармации, и в соответствующей аптеке родственники больного, соцработники или волонтёры смогут получить для него лекарства. Все препараты, которые входят в этот перечень, соответствуют рекомендациям Минздрава и содержат высокоэффективные противовирусные препараты и антибиотики широкого спектра действия. Вы возглавляете регионально-общественную приёмную Дмитрия Медведева в Липецке. Как сегодня депутаты на базе приёмной выстраивают своё общение с жителями, и над чем сегодня, в данный момент, работаете? Уже более полугода мы работаем в дистанционном формате. Но при этом мы ни на один день не прекратили и не сократили помощь для работы с гражданами, помощь гражданам в каких-то трудных ситуациях, и все депутаты активно в этом участвуют. То есть мы сегодня продолжаем вести приём дистанционно, и это является одним из самых главных направлений работы приёмной, то есть оказание помощи каждому конкретному человеку, который обратился к нам. В то же время у нас работает бесплатная юридическая клиника, где каждый человек, которому нужна квалифицированная юридическая помощь, сможет бесплатно совершенно получить её. Кроме того, на базе приёмной продолжает работу колл-центр, где операторы дают подробные информации о действующих или вновь вводимых мерах социальной поддержки, о мерах поддержки именно в период пандемии, и какие-то ещё льготы, на которые могут рассчитывать граждане. Ну и сейчас мы очень часто проводим тематические недели. Особенностью этой недели является то, что для приёма мы привлекаем не только депутатский корпус, но и специалистов профильных ведомств, представителей контрольных и надзорных органов, представителей общественности. Только осенью мы провели уже тематическую неделю по вопросам здравоохранения. Мы провели тематическую неделю по социально-правовым вопросам для лиц пожилого возраста. А сейчас мы готовимся к тематической неделе по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Вот каждую тематическую неделю мы предваряем проведением опроса среди жителей региона по той или иной тематике. Вот сейчас, если вы зайдёте на наш сайт или в социальной страничке нашей приёмной, вы увидите ссылку, перейдя по которой в течение двух-трёх минут вы сможете ответить на вопросы, которые вам предлагаются, и тем самым высказать свою удовлетворённость, либо неудовлетворённость сферы жилищно-коммунального хозяйства, с которой вы ежедневно сталкиваетесь. Ну и кроме того, я приглашаю наших жителей Липецкой области со 2 по 6 ноября обратиться к нам, если вы столкнулись с проблемой в жилищно-коммунальной сфере. В приёме будут принимать участие представители жилищно-коммунального управления, будут принимать участие госжилинспекции, фонд капитального ремонта, будет принимать участие национальный центр общественного контроля за сферой ЖКХ. Графики будут вывесены заранее, и поэтому каждый человек сможет определить, кому конкретно он сможет обратиться для того, чтобы решить свою проблему или озвучить своё предложение. Я напоминаю, телефон 27 20 27 и 20 37 56. Также вы можете воспользоваться нашими соцсетями, страничками в соцсетях, вы можете использовать электронную почту или обычную для обращения к нам, а также все популярные мессенджеры. Спасибо. Это была Оксана Глотова, председатель социального комитета регионального парламента. В облсовете рассматривается сразу несколько законопроектов, которые расширят список получателей социальных выплат. На сегодня это всё. Актуальные новости о работе депутатского корпуса читайте на сайте облсовет.ру, а также на официальных страницах регионального парламента в социальных сетях. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...